Здравствуйте дорогие любители стратегии Харсифариум 4, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей и сегодня я покажу вам самую преступную страну, по моему мнению конечно же, в мире Харсифариум 4 с помощью мода на современность как Миллениум Даун и с помощью мода, которая улучшает и дает множество разных стран на территории существующих стран. Если данный видеоролик вам будет интересен и полезен, то подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, поставьте лайк по данным видеороликам и напишите свои впечатления под видео, а мы начинаем. Так какая же страна является самой преступной в мире Харсифариум 4? Ну что ж друзья, конечно же в мире Хойки есть множество разных режимов, это и диктаторы, авторитарные режимы, террористичные организации, разные страны с деспотизмом и далеко не демократичными целями, но в мире Хойки есть одна страна, которая расположена на континенте Северной Америки, называется она Соединенные Штаты Мексика и с помощью или же играя за Соединенные Штаты Мексика вы можете создать легальное правительство преступников. Что это означает? Помимо того, что в Мексике есть очень крупные наркокаратели, если вы будете играть в оригинальной игре, то есть за саму Мексику, которая жестоко захватывает большую часть экономической, политической, социальной жизни страны, люди страдают от мантического насилия, управительства малой реальной власти, чтобы остановить весь этот призвол и убийство. Ситуация уже давно вышла из-под контроля и остановить без чисто подобных масштабов будет непросто. Что это означает? Играя за Мексику вы имеете дело с наркокарателями, с помощью фокуса вы будете стражаться, но если вам не удастся, то вы можете создать разные страны, которые являются самыми преступными в мире Харсиферн-4. Каждая из этих стран, их будет около 6-7, являются или наркоторговые страны, то есть страны, которые торгуют легально наркоторговлей, распространяют наркотики по целому миру. Это, конечно же, очень плохо, но данные страны являются вполне себе функциональными своими фокусами, не являются непризнанными государствами, не являются ни террористическими организациями. Это страны, которые вы можете создать. Играя за Мексику, и после создания данных стран вы можете, ну, по суті, быть преступным синдикатом в мире Харсиферн-4. У них будет поощряться преступность, у них, смотрите, друзья, будет поощряться наркоторговля в мире Хойки. Всего-навсего есть 4 страны на бывшей мексиканской стране, Мексиканской республике, которые являются наркоторговельными странами. У всех у них есть либеральные ценности, то есть каждый из этих стран будет диктовать мирную фальшивую демократию, бороться за демократические ценности. Но на самом деле это хорошее прикрытие для преступников, чтобы руководить своими партиями, чтобы руководить своей торговлей на международной арене наркотиками. При этом это все легально. Ну что ж, друзья, вот такие страны, которые вы можете создать, играя за мексиканскую республику, мексиканские штаты, играть за них можете по базовых фокусах, можно что-то и достигнуть, там объединить Мексику единым синдикатом, развивать отношения с западным миром, продолжать торговать разными препаратами, но, в общем, делать все, что делает современное государство, вести войны, экономическое благосостояние и так далее. Как вы видите, государство наркотиков и, по сути, данные синдикаты на территории мексиканских штатов являются самыми преступными в мире Хальсов Айрон-4. Надеюсь, что данный видеоролик вам был полезен и интересен. Если да, то подпишитесь на канал и поставьте жирный лайк под данным видеороликом. Напишите плюс ко всему своим впечатлениям. Возможно, для вас есть другая страна, являющаяся самой преступной в мире Хальсов Айрон-4. Но в видео я показал вам самую преступную легальную страну или же легальные страны, признанные в современном мире, в мире с помощью Millennium Dauna, мода на современность. Всем спасибо за внимание, до свидания и до новых встреч. Всем пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok